А мы-то блинные, мы победим. Готовы? Корабль готовы? Итак, давайте посчитаем все вместе. Раз, два, три, поехали! Давай, давай, блинные, давай! Давайте, корабль не поменим! Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица. Вот потом, после него, долгих семи дней нельзя будет веселиться, очищаясь от грехов. Верующих ждет Великий Пост. В этом году Масленица началась с 20-го и продлилась до 26-го февраля. Блинная неделя в Кумертау завершилась в минувшее воскресенье массовыми гуляниями возле Дворца угольщиков. Масленица – это народный праздничный цикл, сохранившийся на Руси с языческих времен. Обряд связан с проводами зимы и встречи весны. Народ и по сей день верит, что если хорошенько не отвести душу в Масленичную неделю, потом целый год придется жить в несчастье. Поэтому веселятся люди от всей души. Уже с утра созваниваемся, просим друг друга прощения. Это традиция, ее нельзя нарушать, как говорится. Для души – праздник. Просчет на воскресенье, у всех просим прощения. Завтра начинается Великий Пост. А сейчас Масленицу отмечаем, провожаем зиму. Масленицу в народе всегда любили. Один из главных атрибутов этого праздника – блины. Ну и как же обойтись без традиционных праздничных забав – песен, плясок и перетягивания каната. Всех кумертаусов порадовала насыщенная театральная программа. Ведущие сыпали шутками и прибаутками. Коллективы Дома культуры Рассвета исполняли художественные номера. «Люба русая коса, казаки бедовые, влюблены в ее глаза светлово-сельковые. Несмотря на такую погоду, все равно настроение нормальное, отличное. Очень приятно, что так организовали красиво. Очень даже. Хорошо, молодцы. Песни, танцы, игры. Все понравилось. Кульминацией праздника было сжигание чучела, как символическое уничтожение всего старого и освобождение места для нового, молодого и лучшего. Кумертау попрощался со старухой зимой и теперь с радостными улыбками готов встречать красавицу весну. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».